Привет! Вы на канале Катерина Юниверсал, и это его русскоязычная рубрика «Взгляд на жизнь». Я называю так эту рубрику, потому что ко мне поступали неоднократные просьбы от людей, которые встречаются мне по жизни, абсолютно незнакомые люди, с которыми выдаётся пообщаться некоторое количество времени, небольшое, поделиться каким-то своим опытом, своими взглядами на жизнь. И далее, что происходит, это то, что они говорят мне, что мне следует делиться своими взглядами на жизнь с другими. Я долго отрицала эту мысль, так как не чувствовала в себе чего-то особенного, нет, точнее, наверное, лукавлю. Я знаю, что есть во мне особенное, я с давнего времени распознаю в себе ту самую белую ворону, которая не такая, как все. Есть у меня тенденции поведения, иначе, чем у других. И даже касательно создания канала и ведения каких-то своих таких видеодискуссий, долго не случалось, потому что я не хотела делать так, как все. Сейчас видео на ютубе стали очень популярны, многие создают свои видеоблоги, делятся своей жизнью, и я хотела избежать общего стрима такого, общего течения. Поэтому я не считала верным начинать делиться своим взглядом на жизнь. Но так как продолжают приходить ко мне периодические просьбы, не то, что меня прям каждодневно по много раз забрасывают, но да, случается так, что когда я пересекаюсь с незнакомыми людьми и общаюсь с ними, высказываю где-то свое мнение, они отмечают его как какое-то необычное, нестандартное и помогающее им взглянуть на жизнь иначе. Поэтому я подумала, что будет не очень честно, не очень правильно, хорошо держать все это при себе, потому что мои какие-то знания, понимания, они не мои, они ко мне тоже пришли. Это все владения Вселенной, скажем так, которых мне удалось коснуться. Конечно же, я что-то для этого совершала, у меня есть определенный опыт, опыт путешествий, опыт обозревания того, что происходит, какое-то любопытство. Я применяю некоторую смелость, некоторую упористость, напористость для того, чтобы участвовать больше в ситуациях. Я не избегаю неудобных мне ситуаций. И вместе с этим приходит опыт. Ранее, во время путешествий, люди мне предлагали написать книгу. Так как я писала блог, они читали мой блог о путешествиях, они слушали мои рассказы, и они говорили, что мне стоит написать книгу. Я тоже очень долго отпиралась, но в конце концов я написала книгу. Сейчас она находится на последней стадии редактирования. И надеюсь, что в течение какого-то времени я уже ее издам. И будет тогда интересно действительно выпустить ее в мир, выпустить ее к тем людям, которые просили ее написать. Но вот также теперь я решила, что пора откликнуться и на зов касательно создания своего видеоблога. Поэтому вот я тут. Я не имею конкретного плана, о чем я буду говорить. Но то, что зная себя, я могу предположить, что это будут любые различные ситуации, которые происходят в моей жизни, где я вижу поведение людей и то, к чему оно приводит. Некоторые страдания, некоторая боль, некоторые неудобства, дискомфорт. Я вижу связь того, как ведет себя человек, или как он воспринимает ситуацию, и что это ему причиняет. И вот о таких вещах я смогу говорить, чтобы где-то корректировать их в себе, потому что ситуации разнообразны, но проблемы нашего ума... Да, я буду говорить об уме, как реагирует наш ум. И проблемы нашего ума, они более однообразны. Поэтому откорректировав что-то одно, где-то какой-то вот повернув какой-то винтик, мы сможем уже преуспевать в намного больших ситуациях, которые происходят в нашей жизни. Ну, на этом все. Добро пожаловать на мой канал. Оставляйте свои комментарии, вопросы, рассказывайте ситуации. И будем двигаться куда-то. Я экспериментирую. Спасибо за внимание.